Всем привет, меня зовут Настя, и сегодняшнее видео это мой любимый формат, фильм о макияже глаз, где главную роль играют пигменты от бренда Tami Tanuka, и помимо пигментов я расскажу вам о том, как я вообще в принципе придумываю свой макияж глаз, ориентируясь на рассыпчатые пигменты, какую я делаю подложку, какими сухими тенями я потом все это дело закрепляю, как придумываю какие-то цветовые сочетания, что у меня получается, что не получается по ходу макияжа, как исправлять какие-то косяки. И судя по комментариям под предыдущим таким роликом, вам понравился этот расширенный формат, где я говорю не только о пигментах, но еще и о всей остальной косметике, которую я использую, и по традиции перед началом видео, хочу попросить вас не забыть поставить лайк на это видео, написать комментарий, и возможно даже поделиться роликом с друзьями, которым это может быть интересно, потому что, как вы понимаете, съемка и монтаж этой рубрики занимает огромное количество времени, и мне будет очень приятно, если я получу от вас фидбэк. Знаете, не хочу вас больше задерживать, давайте уже переходить скорее к основной части этого видео. Хочу пожаловаться, знаете, не планировалось мне вообще снимать никаких видео, хотела отдыхать просто, позвать к себе подругу, строить девичник, но мне никто не отвечает на сообщения, понимаете, то есть одна сегодня походу даже еще не проснулась, а вторая просто часов в шесть уже молчит, и читает мое сообщение, и ничего не отвечает. Диана, что я тебе сделала? Объясни, пожалуйста. Ну, конечно, ничего никому не сделала, просто, наверное, занята, но я не понимаю, и в итоге я сейчас сажусь снимать видео, хотя я и не хотела сегодня этого делать. Вчера у меня был день рождения, мы с семьей отлично отпраздновали, сегодня я хотела девочек позвать. Ага, конечно, подружки, угу. У меня, как выяснилось, еще 14 пигментов нераспакованных, я думала, что их там максимум осталось штук пять. Давайте, нифига, давайте мы сейчас на рандоме вытащим пигмент и придумаем под него макияж. Итак, у нас сегодня пигмент бронзовая караванщица. По-моему, это какой-то хроматик, если я не ошибаюсь, он какой-то сильно бронзовый, прям, знаете, даже неинтересный, я бы так сказала. Посмотрим, как он выглядит на сайте, какой он там по цветам вообще, как его позиционируют. Пока у меня грузится комп, чтобы посмотреть свочи, я хочу показать вам вот это вот что такое, это как называется, это нюд, это нейтрал, извините просто. Я буду ходить с такими ногтями целый месяц. Я уже записалась на маникюр к Нине и пойду делать вот такие вот natural nails на целый месяц, понимаете, я решила отдохнуть немножечко. Ну так, дать себе волю чуть-чуть. Ой, бронзовая караванщица выглядит вообще-то фиолетово-зеленым на сайте. А почему же он выглядит в баночке? Хотя зеленый вижу, но в банке, где пигмент, он выглядит тупо каким-то бронзовым. Но ни одного отлива я не вижу. Но давайте поверим свочу на сайте. У меня прошлое видео было целиком вообще состоящим из фиолетовых пигментов, и это, походу, тоже, да, у нас. По-моему, цвета, которые в этой гамме находятся, вот я смотрю на своч, и каждый из оттенков, он немножечко прохладный. Я хочу взять палеточку от Наташи Диноны, которая называется Glam. Эта палетка полна бежевых, коричневых, нейтральных оттенков, и я хочу сделать себе коричневую тушевку из оттенка Smoke. И, наверное, я возьму вот этот вот темно-коричневый оттенок Lash Line, возможно, возьму еще оттенок Blend, который между ними находится вот тут вот. Мне нравится обыгрывать цветные пигменты в коммерческих коричневых тушевках. Но, тем не менее, я сделаю себе базу под макияж в плане какую-то кремовую подложечку. Наношу себе вот такое вот количество консилера, мне обычно его вот так вот за глаза и уши. Этого хватает для того, чтобы сделать себе очки из консилера, так называемые, для того, чтобы начать делать макияж глаз. Обожаю то, как консилер преображает уже вообще общий вид лица. Также базу под тени себе наношу от Сергея Наумова и растушевываю вот так вот кисточкой. Господи, скоро буду тушевать все пальчиком. Какая красота. Я реально устала уже от длинных ногтей, походила с ними, получается, три месяца. На Новый год я себе нарастила, делала потом три раза коррекцию и все. Прям надоело сильно очень. Беру вот такой вот лид линжери от NYX. Это кремовые тени. Я их не очень часто использую, но почему бы и не сегодня это сделать. Кстати, вот надо додолжное то, что эти кремовые тени от NYX, сколько они у меня уже лежат лет, а они все не сохнут и не сохнут. Джеффри Стар помадки все сохли за меньше, чем год. А этим тенюшкам хоть бы хны. Хотя вот сейчас я тушу и понимаю, что что-то, блин, не то. Получилось какое-то говно, честно говоря. Походу, все-таки они немножко пострадали. Потому что какая-то глина как будто бы, знаете, не кремовые тени, а говно какое-то. Но, тем не менее, я продолжаю наносить их дальше, естественно. Могло ли быть иначе? Сказать по правде, как будто бы ничего не произошло. Просто появился какой-то лайтовый-лайтовый серый оттенок, но он настолько лайтовый, что уж не знаю, поможет нам как-то это или нет. Короче, тенюшки. Ну, вроде что-то произошло, но ничего не произошло. Я такое не люблю, когда какие-то полумеры. Мне нужно, чтобы конкретно. Да-да, нет-нет. Знаете, я посмотрела-посмотрела на эти оттенки, которые я выбрала, и подумала, что все-таки оттенок Смок, наверное, он такой. Ну, типа не холодный. Давайте возьмем оттенок, который называется Крис. Вот этот вот. Он посерее немножко. Мне кажется, что он лучше подойдет. Беру кисть от Зоева номер 224. Набираю оттеночек и с внешнего уголка иду. Очень красиво, кстати, получается. Прям супер. Вообще, вот великолепно. Причем кисть довольно дерьмовая, но все равно ей получается красиво сделать сейчас. Вообще красота. Да, даже, знаете, хотелось бы оставить матовым подвижное веко и пойти прям вот так вот. Хотя, куда мне идти? Идти некуда, но просто про концепцию макияжа. По-моему, очень классно. И уже прям, муа, конфетка. Теперь беру оттенок лэш-лайн и затемняю им внешнюю уголочью. Прям той же самой кистью не хочу. Что-то искать, что-то придумывать. Палетка настолько проста в использовании, что нужно прям вот так вот тыкать что-то и все получается красиво. Пустая кистью, подтушевываю границы. Вообще, вот тен-та-да. М-м-м, бьютифул, красота. М-м-м. Что я там вначале говорила? Легкую коричневую тушевку такую, да? М-м-м. Легенькая и коричненькая получилась очень. Теперь я делаю каткризик. Двигаюсь к вам поближе и начинаю нанесение пигмента бронзовая караванщица. Ого, реально зелень появилась. Ничего себе. Знаете, нежданно, негаданно. В банке я ни одной зеленой блесточки не видела, если что. Как он разносится и растягивается хорошо просто. Сказка. Слушайте, ну красиво выглядит. Единственное, что, конечно, я наследила пигментом на тушевке. Он теперь некрасиво отсвечивает. Но зеленое, фиолетовое, розовое преломление пигмента я отчетливо вижу. Это очень красиво смотрится. Он вот так вот у вас выглядит стальным таким зеленым. Дальше разворачиваюсь и появляются какие-то другие блики. Но на камере почему-то сейчас этого не видно. Но я думаю, что в электрическом освещении это будет выглядеть более интересно. Конечно, так переливов, о которых я говорю, не видно абсолютно. Есть один пигментик, который я очень сильно люблю, который я уже показывала неоднократно. Называется он «Росып веснушек». И сегодня тот день, когда я хочу нанести его себе уже который раз по ходу своих роликов «Тамитанука». Кто еще не влюбился в него, самое время влюбиться. Давайте нанесем. У меня уже клей для глиттера на нижнем веке. Посмотрите, как красиво он переливается из оранжевого в салатовый. И зеленый цвет в переливе в веснушек. Он смежный с зеленым цветом на верхнем веке. Мне кажется, что прикольное сочетание. Все это, конечно, получше рассмотрится уже в конце, когда я буду показывать макияж в макро. И при электрическом освещении. Закончила я свой макияж лица. На губах у меня помада, которую я давно хотела себе купить. Это Maybelline Super Matte Stay Ink. В оттенке 255. Называется он «Chai Genius». Я думала, что это будет красивенький нюдец, который мне очень нравился на своченной руке, когда я была в магазине и трогала тестер. Но помада казалась не очень. Мне такой цвет не идет. Но, когда я наношу сверху масло прозрачное, то она немножко темнеет и становится уже более благородного оттенка. Поэтому я ношу ее только так. Решила выгулить перед вами новый оттенок, который у меня появился. И надела себе голубые глазки. Давайте теперь взглянем на макияж вблизи. Я уже посмотрела на себя в ванной, и там видно и розовый, и зеленый. А здесь как будто бы просто у меня какой-то оливковый шиммер на глазах. И красивая свежка снизу. На самом деле все выглядит гораздо более интересным. В свете обычно лампочки. Тут как-то совсем грустно. Я даже не могу поймать вообще ни одного перелива. Просто что это? Где? Я не вижу. Где розовый цвет вообще? Хоть немножко. Ау! Вообще ничего нету. Слушайте, хожу по квартире, пытаюсь поймать. Не получается, зараза не переливается, когда я этого прошу. Не понимаю, как вообще, что, где. Ну, вон что-то. Хотя нет. Но я видела розовый цвет. Я очень сильно переживаю, почему не видно, что за жесть. Как это вообще возможно? Ну, в общем, видно, что это просто зеленый оттенок. Почему тогда эта бронзовая караванчица вообще просто в голове не укладывается? Что за бред? В общем, вот так вот это выглядит. Темно-зеленый и светло-зеленый. А, вот, вот, смотрите, немножко розовый. Ладно, не буду выискивать. Что увидели, то увидели все. А вот так вот, кстати, вот, смотрите. Это при свете, вот, в моем, не кольцевая лампа у меня, а такие две палки. И вот тут уже интереснее. Видите? Видите, розовенькие? Зачем я выискиваю и пытаюсь оправдывать этот элемент? Я совершенно не понимаю, если что. Я не собираюсь его оправдывать, просто я хочу, чтобы вы увидели то, что я вижу. А то вы подумаете, что я просто сумасшедшая женщина, которая придумывает там какие-то розовые оттеночки. Но нет, 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 видите? Опа. Опа. Так что он тут есть, есть. Все, ладно, я бежала в магазин, который уже закрывается. Ах, красиво. О, посмотрите, все-таки, все-таки красиво. Такие приглушенные оттенки, приглушенный розовый, приглушенный зеленый. По-моему, выглядит вполне себе симпатичненько. А вот стою в магазине и вижу отчетливо только розовый цвет, представляете? Что за магия, я извиняюсь, это как вообще? Знаете, о чем я сейчас думаю? Только бы не фиолетовый и не зеленый. Пожалуйста, можно какой-нибудь другой оттенок пигмента? Можно яркий. Я с удовольствием сделаю что-нибудь другое. Приспешница черного волка. Давайте мы посмотрим, как выглядит пигмент на свочи на сайте. Фиолетовый, синий, зеленый пигмент. Почему я вообще решила заказать себе такое количество таких пигментов? Слушайте, я понимаю, что я сама придумала это правило, конечно, с тем, чтобы делать вот такие вот рандомные макияжи, но это просто невозможно уже. Я устала от темных мейков и хочу что-нибудь яркое, красное, оранжевое. Давайте я сама выберу, потому что это просто жесть какая-то. Это вообще не смешно. И не весело. Главное, знаете, чтобы у меня хоть что-нибудь было интересное еще здесь. Потому что возможно, что все самое прикольное и яркое я уже повытаскивала отсюда. Кажется, я нашла последний пигмент, который меня прям вдохновляет сейчас. Оттенок называется лисенок огнелапый. Вскрываем его. И, кстати, в моем контейнере, где, как я думала, у меня только новые пигменты, оказывается, тут есть парочка таких засланцев, которые я уже наносила на себя, поэтому у нас осталось вообще очень мало всего. Лисенок огнелапый. Это такой яркий оранжево-коралловый пигмент. И мы сегодня сделаем яркую оранжевую тушевку. Наконец-то! И, наверное, мы сделаем еще нижнее веко каким-нибудь ярким-ярким розовым цветом. И, кстати, лисенок отливают в зеленый на сайте, поэтому... Что со мной не так? Почему вот надо заказывать? Все абсолютно одинаковое постоянно. Наношу консилер вот такой вот от Benefit. Влажняющий консилер Boeing. Сегодня я буду работать палеткой от Revolution. Называется она Birds of Paradise. Я буду использовать вот этот вот яркий оранжевый оттенок на верхнем веке. И вот этот вот ярко-розовый нанесу на нижнее веко. В общем, буду делать ворвиглазный макияж. Возможно, добавлю этот коралловый, он хорошо подойдет, мне кажется. И вот еще один рыженький оттеночек для какого-нибудь градиентика красивого. Так, ну мы работаем сегодня с подложками 100%, потому что я хочу максимально ярко. Ой, блин, опять достаю свои засохшие помадки. Помады от Джеффри у меня засохли, поэтому я беру Duraline и пару капель в тюбик запихиваю, чтобы оно немножко воскресло. Так, вроде стало получше. Надеюсь, что интенсивность цвета не потеряется. Пока что хорошо. Пробуем, что будет в растушевке. Так, ну по оттеночку в растушевке все тоже хорошо. Сегодня у нас получилась довольно активная форма. Также добавила Duraline в розовую помаду, которая у меня будет на нижнем веке в качестве подложки. Взбалтываю тюбик. Слушай, что Duraline прекрасная вещь, абсолютно великолепная. Кажется, с формы я закончила. Подложечка у меня готова. Теперь я беру оттенок Token Play, рыженький, и наношу себе его в складочку. Набираю на кейсовый номер 228. Начинаю работать с внешней части глаза, потому что дальше, возможно, я буду двигаться другими цветами. Ну, выглядит довольно ярко. Ну, такой скромненький макияжик получается вообще ничего особенного. Обычный такой лук. Вот этого вот я хотела. Мне надоели уже все эти коричневые драматичные макияжи с сияшкой посередине. Хочется вот такого вот сумасшедшинки небольшой. Прям душа просила очень сильно. Я думаю, что дальше прямо на эту же кисть я набираю оттенок Cardinal. Более такой он насыщенный. Хотя тот, конечно, насыщенный. Просто этот прям и набирается он, я извиняюсь. Пожалуй, так сделаем. Хорошенький цвет, да. Даже больше мне он нравится. Знаете, очень хорошее у меня предчувствие какое-то есть относительно того, что мы сегодня делаем. Думаю, что получится очень круто. Бывает такое, что с самого начала думаешь, что все, что-то не то. Не тот запал, не тот вайп, все как-то не так. Но сегодня у меня крайне положительное ощущение. Мне кажется, что все будет круто. С этим закончили. Дальше беру оттенок YK. Вот розовенький. Наносим на нижнее веко. О, да. Супер, господи, как мне нравится. Это просто что-то с тем-то, ребята. Уже, уже восторг. Блин, очень классно. Тени отлично работают. Опять же, на подложке, конечно, было бы странно, если бы они плохо сработали. Но я получила чистое удовольствие от нанесения всего вот этого вот на глаза. Прям смотрю, знаете, вот на все это. И прям нравится. Прям хорошо на душе. Возможно, я подтушевала бы просто вот гранички пустой кисти. Вот так, аккуратненько. А так оставляем таким образом. Ну что, переходим к самой интересной лично мне части. Так, лисенок огнелапый. Набираю пигмент на кисточку от P.Louis. И, о май гад, как красиво. Коралловый какой-то апельсин с зелеными блестками. Господи, какая красота. Мне прям очень нравится. Безумное влажное сияние. Просто вообще шикос. И база у пигмента такая плотненькая, что на белый цвет. Длигло прям красивым таким рыжим плотным цветом. Как будто продолжение вот оранжевой тушевки. Только оно прям, знаете, рассыпается в какие-то бриллианты. Очень красиво. Очень красиво. К сожалению, у меня никакого супер яркого розового пигмента, который был бы в цвет тушевки, нет. Поэтому я взяла рыжий, только другой. Рыжий абсолютно. Называется он Тупиная бомба. Я его уже как-то использовала, по-моему, на все подвижное веко. Или не на все подвижное веко, кстати. Но сегодня у нас будет в уголке красоваться. Это точно. Он с очень крупными частицами. Мне кажется, что это будет бомбически невероятно красиво. Этот оттенок мне напоминает конфетти какое-то. Тут прям крупные-крупные блестки. И они вообще всевозможных оттенков. То есть там и зеленый, и золотой, и красный, и розовый. И все это выглядит очень красиво. Уголочек подсвечивается прямо-таки знатно. Далее я убираю немногочисленные, кстати, осыпания. И мы с вами увидимся, как только я сделаю абсолютно все лицо. Мой макияж закончен. Господи, какая же красота все-таки получилась, а? Хотя мне уже немножко поднадоело. Я столько смотрю на этот макияж, что уже не вижу того невероятного чего-то, что замечала от первых прикосновений пигментов к глазу. Но видите, какой невероятный зеленый такой, даже не зеленый, салатовый отлив. И как же все-таки это красиво и влажно смотрится. Внутренние уголочки тоже у нас очень красиво и ярко блестят. Я, наверное, под этот образ добавлю веснушки и сфоткаюсь в Инстаграм. Давно я уже не укладывала ничего в Инст. Надо сделать фоточку. И этот макияж меня на это вдохновляет. Вот. Кстати, вчера, по-моему, я забыла сделать фотографию макияжа, который у меня получился. А это значит, что мне придется сделать топ-кадр из видео с макияжем, чтобы в конце видео сделать голосовалку за то, какой образ вам понравился больше. Блин, ненавижу, когда забываю что-то сделать, а потом страдаю от этого. Ладненько. Мы посмотрели на все сегодня. Давайте повторим название оттенков. Внизу у меня и пигмент на подвижном веке называется «Лисенок огнелапый». Однозначно мой фаворит. Однозначно буду пользоваться вот в таком вот антураже. Прям супер красиво. Мне кажется, что, знаете, еще будет очень круто синюю тушевку его добавить, потому что мне еще это в последнее время сочетание типа синий-оранжевый, фиолетовый-оранжевый. Короче, меня вдохновляют сейчас вещи, которые вообще никогда не вызывали у меня никакого восторга. Я даже думала, что это, господи, какая бескусица, какой кошмар. А сейчас такая «Нравится, ой, нравится». У нас остались скучные пигменты, честно говоря, поэтому надеюсь, что вам все равно будет интересно. Давайте посмотрим с телефона. Не электрический свет, диодная лампа. Но это шо за пипец, девочки! Это разве законно? Это разве законно? Very, very beautiful. Пойдемте теперь в ванную. Ну или, в принципе, на кухне тоже неплохо. Ну шо, красота страшная сила. Очень-очень красивые пигменты оба. И тыквенная бомба, и вот этот вот лисенок огнелапый. Ставлю свой лайк. Сегодня я буду делать макияж с пигментом островитянка, который я вскользь использовала, по-моему, в прошлом ролике на нижнем веке, в уголочке глаза внутреннем. Я хочу сегодня его целиком раскрыть. Сделаю себе красивую бирюзовую тушевку. Ну или такую, знаете, такую болотно-зеленую. И нанесу туда пигмент островитянка. Что-то у меня последнее время маня на зеленый макияж. Кстати, ребят, это просто трэш. У меня сломались два ногтя, два мизинца. И я решила сегодня уже пойти снять в салон красоты, который находится у меня в доме. Я не знаю, я первый раз с таким столкнулась. Знаете, мне решили сделать снятие путем откусывания кусачками такими маникюрными моих длинных когтей. То есть, когда мне откусывали коготь, он треснул у меня вот на мясе. И то есть, мне маникюрщица просто оторвала два ногтя. Вот так вот. И у меня просто... Я не буду показывать. Ладно, давайте покажу. Просто посмотрите на вот это вот. Я в ближайшее время буду без маникюра. Я очень жалею, что я вообще пошла в такое место. Но я думала, что со снятием справится любой дурак. Я готова была просто походить без ногтей. Но не с таким п***ом, я извиняюсь. Это просто жесть. У меня болят пальцы. Мне кажется, что мне спилили еще ногтевую пластину. И я пошла сегодня мыться, я извиняюсь за подробности. И просто вода попадала мне на руки. Я думала, что я умру. Я молчу о том, что помыть посуду там с губкой и с средством для мытья. В общем, это полный песец. Походу, мне придется сращивать все. Сняла, называется, ноготочки. Это полная жопа. И не могла вам на это не пожаловаться. Но давайте переходить к макияжу. Почему-то мне кажется, что если я сделаю под зеленой или бирюзовой тени синюю кремовую подложку, то это будет красиво. Я ни на что не претендую, но мне почему-то кажется, что это неплохое решение. Я так чувствую, знаете ли. Так, получается у меня форма лепесточка такая симпатичненькая. То на такую тушевку нужно брать очень светло-зеленый оттенок, чтобы у них в смешении получилось что-то симпатичное. Типа болотный цвет уже сюда не очень подойдет, мне так кажется. А вообще, я нашла сейчас пигмент. Называется он усмиряющая взглядом. И я его уже использовала, и я его как-то, знаете, не очень оценила. Мне говорили, типа, его надо над темной подложкой, он так раскроется. А может быть, мы сейчас сделаем что-нибудь с ним? Добавлю себе сейчас синий цвет на все подвижное веко. И мы используем синий цвет как подложку под синий пигмент. Почему бы так не сделать? Потому что я помню, что очень многими писали, что типа, нет, он красивый. А я сказала, что это какое-то говно. Может быть, мы сейчас сделаем с ними двумя что-нибудь? Мне кажется, так будет интересно. Потом можно еще на нижний век чем-нибудь другое добавить. В общем, как-то попробовать их посочетать между собой. Мне кажется, что может получиться вполне симпатично. Форма получилась прям такая хорошая. Главное повторить ее же на втором глазу, потому что здесь она мне нравится прям очень. Я беру лучшую голубую палетку, которая у меня есть. Ну, голубо-синий-фиолетовую, наверное, все-таки. Это Book of Magic от Beauty Bay. Я набираю оттенок Cursed, темно-синий, и делаю с помощью него себе внешний уголок глаза. Таким вот образом. Потом более светлым цветом буду тушевать границы этого. Слушайте, какой же красивый цвет, просто волшебство. Пока все в порядке. Единственное, что какая-то у меня дырочка. Не может быть все хорошо, какая-то дыра должна появиться все-таки. Это закон жизни. Обожаю этот оттенок, господи. Лучший цвет на свете это синий. Лайк, если согласны, естественно. Дальше я беру голубенький оттенок Elixir, и с помощью него прохожусь... Хотя, подождите-ка. Мне кажется, надо брать оттенок Wish, вот этот, чтобы у нас и зеленая островитянка, и синий пигмент, как он, усмиряющая взглядом, смотрелись хорошо. Что-то мы такой макияж уже делаем, по-моему, да, в видео про Book of Magic. Получается какая-то вот такая вот история. Как представлю, что мне это надо еще повторить на втором глазу. Аж плохие. Хотя, в целом, я знаю, что эта палетка достаточно беспроблемная, все должно пройти гладко. Когда я делала, по-моему, реально такой же макияж с помощью нее в другом видео, где обозревала ее целиком и полностью, подсказочки наверху можете посмотреть. Кажется, я там тоже переживала, что у меня ничего не получится. На самом деле, все получилось все быстрее, чем на первом глазу, потому что уже знаешь, что делать и куда двигаться. Так, ну что я там хотела сделать? Синюю подложку под пигмент синий, да? Давайте я нанесу синенький вот сюда, а зеленый ближе к внутреннему уголку. Добавляю сюда мою помаду. Гранички немножечко подтушевываю и помаду как бы немножечко прибиваю, усаживаю, скажем так. Беру кисть от Zyvon номер 237, наносим пигмент на подложечку. Слушайте, ну правда красиво. Я извиняюсь за свою прыщавую морду у вас в кадре, но надеть мне ее некуда. Так, первая сторона готова. Наверное, мне нужно было сразу нанести кремовую подложку и на вторую часть глаза, но я об этом, естественно, не подумала. Так, вроде что-то сделала. Надеюсь, что сейчас ляжет у меня зеленый красиво на синий, но это не точно абсолютно. Так, ну пока что получается очень резкий переход. Наношу кистью, на которой у меня был синий пигмент, его же немножечко поверх зеленого и вот так вот подсмешиваю. Мне кажется, нам нужен какой-то еще переходный, потому что это слишком грубо так получается. Беру пигмент неизвергнувшая тирана. Он голубой, мне кажется, что это должно быть оно. Прямо так вот сверху прохожусь базой. Делать больше нечего, надо спасать ситуасьон. Вы гляньте, какое волшебство, а? Только что было не спасти ситуацию, а уже как хорошо становится, а? Такие вот проблемы решаешь иногда и думаешь, что безвыходных ситуаций в макияже вообще нет, не бывает. Отказываюсь верить. Из всего можно выйти. Что-то где-то сверху намазать, еще приклеить к какому-нибудь сияшку и все. Красота, страшная сила. Теперь нижнее веко. Второй у нас аккорд начинается. Я беру пигмент спринтер лаковых плавников. Он светло-светло-зеленый. Мне кажется, что градиент будет просто великолепен. И он прям заметно такой зеленый. То есть тут у нас главное, чтобы был оттенок, а не суперсияние. Сияния там не будет как такового. Так, и присобачиваем его на нижнее веко. Я уже орудую кистью для стрелок, потому что у меня все остальное закончилось. Кстати, мне такой кистью нравится сделать внутренний уголок. Прямо очень четенько получается. Тут как раз нужна такая графичность. Such a beautiful, such a beautiful. Ёб твою мать, какая же красота получилась. Давайте глянем вблизи на это. Ну, конечно, вблизи посильнее видно. То, как там немножечко четенько все это дело происходит. Но второй глаз я уже сделаю по-умному. По-умному сделаю. Но, в принципе, я считаю, что не критично. Ну, прям не пипец. Видно, конечно, что это там что-то как-то не так пошло изначально. Но по итогу это все равно красиво. Это самое главное. Но вас же вот так вот никто не рассматривает. Правда ведь? Правда. Удаляюсь, убирать осыпание, сделать себе второй глаз. Я думаю, что он у меня сразу получится. Прямо как надо. Будет персик. Этот глаз я сделала вместе с вами. А этот я сделала уже самостоятельно. Он получился у меня очень быстро. И на самом деле разницы между ними особо и нет. Голубой каял у меня от бренда Beauty Bomb. Это карандаш из коллекции Harajuku. Старая лимитка. Уже, к сожалению, не купить. У меня тут прыщи. Поэтому я предпочитаю, когда у меня такое состояние кожи, набрызгать на себя спреем для создания веснушек. Потому что... Ну, это не для создания веснушек непосредственно. Это для волос. Я думаю, что вы все знаете. Если не знаете, то вот видео по подсказке, где я рассказываю о том, как сделать себе идеальные веснушки. В общем, когда у меня кожа выглядит вот так, я предпочитаю набрызгать на себя этим спреем. Так меньше видны всякие недостатки кожи, несовершенства и прочее. Потому что столько всего на лице разбрызгано, что прыщи незаметны. Что-то я сегодня слегка как будто бы переборщила веснушками. Выглядит реально как будто говно на вентиляторе размотало. Всякое бывает. Но согласитесь, что получилось просто шикардесно. Вообще очень красиво. Напомню, что у меня самый синий оттенок это усмиряющая взглядом. Дальше у меня идет низвергнувшая тирана. Следующий пигмент это островитянка. И дальше в уголочке и на нижнем веке спринтер лаковых плавников. По-моему, очень бьютифул. Вообще просто шикарно. Пожалуй, нужно перейдеть в футболочку и сделать фотографию для голосовалки в конце видео. Ну и, собственно, все. На сегодня мы закончили. Красота несусветная. Я очень довольна результатом получившимся. Сама себе аплодирую. Просто, Настенька, ты такая молодец сегодня. Я думаю, что работать с несколькими пигментами на веки это следующий наш уровень. Потому что по одному пигменту раскладывать уже немножко скучно становится. А вот так вот уже смотрится немножко поинтереснее, мне кажется. Если вам так тоже кажется, то пишите свое мнение в комментариях. Конечно, мы уже в таком ключе рассматриваем не конкретно какой-то оттенок один, а больше делаем красивый макияж уже с использованием каких-то там кучи оттеночков. Но я думаю, что это тоже довольно интересно, потому что мы можем видеть какие-то нереальные сочетания. Потому что то, что я получила сегодня, это идеальная раскладка, супер градиент. И мне кажется, что я могу сделать уже градиент абсолютно из любого оттенка в любой оттенок. Вот столько у меня банок примерно. Я даже боюсь их считать. Но я думаю, что около ста уже есть. Моя самая любимая палетка из синих теней, Book of Magic. Господи, спасибо, что ты у меня есть, потому что так быстро сделает себе такой красивый макияж. Я могла об этом только мечтать, честно говоря. Потому что я обожаю синий цвет, как я уже говорила в этом видео сегодняшнем. Все, завязываю и едем дальше. Уже прям шла смываться в последние секунды. Вспомнила, что надо снять на камеру. Ну, конечно, блестит вообще. Я извиняюсь дико. Давайте посмотрим при другом освещении. Ну, вообще тоже влажненько, симпатичненько, очень. Короче, везде красиво, потому что красивый макияж красивый везде. При любом освещении и в любой ванной или не ванной. Сегодня у нас в главной роли будет пигмент, который называется Рысарь Пучин. И я хочу взять вот такие вот две помады, белую и оранжевую, смешать их и сделать себе подложку. Пользоваться сухими тенями я буду из палетки Наташа Динонна, Триохром. Я возьму вот этот вот ряд. Он меня интересует сегодня больше всего. И нанесу пигмент немножечко контрастный. Надеюсь, это будет красиво, но пока что ничего не обещаю. В общем, что я делаю? Я смешиваю на палитре две помады. Совсем немножечко белого подмешиваю в оранжевый. Я не хочу прям сильно разбеленный оттенок, но я хочу не ярко-оранжевый. Вот. Примерно в такой пропорции я беру оттенки и смешиваю их шпателем. Сразу могу вот так вот нанести себе на глаз и начать потушевывать. Получается у меня такая красивенькая форма. И теперь я беру оттенок Garmon, Garmon, вот этот вот, и закрепляю с помощью него всю кремовую подложку. Ну что, я все еще закрепляю. Сейчас пойду по границам более светлым оттенком Dye Tonic. Вот этим вот, таким коралловым, персиковым. Прохожусь по вкладке, потому что если я буду делать себе каткриз, а я буду себе делать каткриз, то у меня должна вот эта вот часть, она быть такой темненькой. То есть в моменте, когда у меня будет вырезанный век с помощью моей светлой базы, здесь у меня тоже должен быть рисунок, анатомия. Беру кисть от Dye Tonic номер 227. Набираю Dye Tonic и иду по границе. Я и закрепляю кремовую подложку, и подрастушевываю предыдущий оттенок, потому что мне кажется, что ему нужна помощь. Как будто бы у меня на помаде сегодня все залипло, я не понимаю, как это возможно, почему так произошло. Но она мне сегодня не помогает. Вроде издалека выглядит нормально. Хочется, чтобы вблизи, правда, было тоже, но... Ну ладно. Получается у меня такая растушевочка, как будто горелая бумага. Перед тем, как переходить к каткризу, нужно повторить тушевку на втором глазу, потому что я могу запутаться, забыть какую-то хронологию действия, пропорцию смешивания помад, поэтому сейчас я повторю все то же самое. И мы перейдем к части нанесения пигмента. Я сделала себе довольно симметричные все-таки смоки или что это. И теперь мы делаем каткриз. Как всегда, с помощью белой базы от P.Louis. С помощью бочонка я подтушевываю белую базу. И теперь я беру голубой пигмент, который называется Рыцарь Пучин. Я говорила о контрастах, вот он и есть. Мне очень давно хотелось сделать что-нибудь все рыжее с голубым. И наносим этот пигментик. У пигмента нереальный такой светло-желтый отлив, но он не желтый, как будто белое золото. И там есть такие крупные-крупные частички слюды. Мне такое очень нравится. И пигмент отлично мягенько затушевывается в матовые тени. Прям супер незаметно. Наложение идеально получается. Ой, как красиво, вы посмотрите. Очень нравится, очень нравится. Клей для глиттера, как всегда, на внутренний уголочек глаза. У меня есть такая баночка, которую я случайно заказала целые 2 грамма получается. Она у меня больше, чем все остальные. Она чуть красивее, чем остальные. Называется оттенок Озаряющая Небосвод. Это не супер глиттер, это, так понимаю, какой-то легенький сатинчик. Но, тем не менее, сегодня он будет у меня во внутреннем уголочке глаза украшением. Что-то мне это напоминает. Кажется, я уже где-то что-то очень похожее видела. Получается у меня что-то такое. Красивый такой васильковый оттенок. В принципе, я довольна. И мне даже не хочется здесь какого-то гиперяркого такого блеска. Мне нравится именно то, что есть какой-то цвет. То, что контрастирует с рыжей обводкой. И все это очень классно смотрится. Мне вот это вот очень важно было почему-то сегодня сделать. И я, в принципе, довольна. Думаю, что на этом я могу пойти убирать всыпание. Делать все макияж всего лица, наконец-таки. Скоро увидимся. Мне кажется, что пигмент с верхнего века достаточно сильно похож на пигмент низвергнувшая тирана. Но единственное, что низвергнувшая мне нравится чуть больше. Все-таки там какой-то отблеск поприкольнее, что ли. Здесь красивый голубой, переходит в золото. Разницу между ними я тоже вижу достаточно отчетливо. Здесь прям такие крупные частички. И, знаете, прям такая как будто бы слюда. В низвергнувшие частички меньше, но блик там сильнее и ярче. Мне нравится, когда переливается и блестит. На нижнем веке пигментик симпатичный. Мне кажется, что его красиво будет в главной роли. В каком-нибудь очень нежный голубой макияж. Он прям будет как шелковое полотно лежать у вас на подвижном веке. Очень красиво выглядеть. На слизистый у меня карандаш голубой от Beauty Bomb. Я себе сделала очень горизонтальные сегодня стрелки. Драматичные, вытянутые, прям... Кто бы что ни думал, кто бы что ни говорил. Мне такие сочетания нравятся. Кирпич и голубой цвет. Я не знаю. Кто-то подумает, что это бескусица. Я знаю, что это не слишком распространенное цветовое сочетание в макияже. Но, тем не менее, мне нравится. И, как бы, ну, что поделать? Я извиняюсь. Смотрю на свое лицо и понимаю, что мне не хватает одной очень важной детали. Как я могла забыть? Я не понимаю. Вот так вот совсем другое дело. И немножечко хайлайтера, мне кажется, нужно добавить под бровь. Чтобы жилось чуть-чуть повеселее. Ну что, вот так вот совсем другое дело. Смотрю на себя уже в видоискатель и уже богатая и роскошная женщина. А не то, что там было что-то, знаете, намалевало. Но ничего не понятно, как бы, на что смотреть, я извиняюсь. А теперь вот оно явно видно, куда смотреть. Вот сюда. Потом уже на глаза и всякие остальные места. Давайте еще взглянем поближе. Все-таки, все-таки, все-таки красиво. И вот эти вот крупные частицы тоже очень симпатичные. Но не сияет, что пипец прям. А я люблю, ну, вы понимаете, вот это вот самое. Я еще ресницы себе раз сто переклеивала, потому что я взяла две разные. Но они, знаете, были разные прям чуть-чуть. Но когда я наклеила их себе на глаза, стало видно, что там одна вот досюда, другая вот досюда. Я думаю, что эти макияжи мы завязываем. И вот так вот выглядит макияж. Уже немножечко поинтереснее на камере телефона. Мы уже видим большее количество блесток. Ну, так, конечно, оно посимпатичнее чуть-чуть. Ну, оно и так было симпатично, но так оно поинтереснее, реально. Конечно, очень красивый усиликовый оттяночек вот здесь вот. Мне кажется, что он прям хорошо залетел в этот макияж. И стал такой незаметной звездочкой. И дополнил хорошо, лучше, чем просто какая-нибудь белесая сияшка, как я обычно добавляю. Ну, понравился мне этот макияж, конечно. А это, на самом деле, редкость, потому что в последнее время что-то мне прям вообще ничего не заходит из того, что я делаю. Но это определенно что-то, что мне запало. Я надеюсь, что мне только кажется. И на самом деле у меня не супер-желтое лицо. Ничего в свете моем не поменялось. Но почему-то как будто у меня сегодня очень странный теплый оттенок кожи. Сегодня буду делать себе очень нежненький макияж. Ну как, он будет нежный по оттеночкам. Уж не знаю, как он получится в плане размаха на глазу. Я хочу сделать такую, знаете, лайтовенькую, розовенькую растушевку. И на подвижное веко поместить пигмент, который у меня уже как-то раз был в макияже, но сегодня его будет коронный выход. Называется оттенок, встречающий ветер в ивах. Мне кажется, все-таки я какая-то зеленая. Надо как-то что-то с этим сделать, потому что мне не нравится свет, который на меня падает. Какой-то он непонятный. Надеюсь, что так стало немножко получше. Если нет, то я пыталась. У меня несколько вариантов палеток, которые я буду сегодня использовать. Палетка с Джеки Айной и Анастасией Баверли Хиллс. Меня интересует вот этот вот розовый оттенок. И чуть более темный тоже из семейства розовых. В общем, вот эти вот два цвета меня интересуют. Скорее всего, на них я и остановлюсь, чтобы далеко не ходить. Я хочу сделать себе подложку очень-очень разбеленного цвета. Поэтому я в пропорциях 50 на 50 смешиваю две вот такие вот помады от Jeffree Star. Блин, на глаз я наношу только белый цвет, по-моему. Давайте попробую вот так вот. Вот это уже получше. Делаю себе растушевочку из этого всего. Ну, что-то как-то слишком белым-бело получилось. Я думаю, что для того, чтобы тени красиво перенеслись на глаз, этого будет вполне достаточно. Учитывая то, что я хочу себе сегодня вырезать каткриз не только на подвижном веке, но и сделать такую вот форму лепесточка, то тушевка должна быть размашистая, чтобы было где вообще вырезать. Не то, чтобы я обычно делаю какие-то скромные тушевки, но на сегодняшний я должна быть прям, знаете, мощной. Мне кажется, что то, что я себе сейчас наношу на глаза, вообще никакой смысловой нагрузки не несет, честно сказать. Как будто розовая помада абсолютно потеряла какой-либо оттенок. Учитывая то, что помады у меня эти очень старенькие уже и миниатюрки подсохшие, то пигментация у них тоже начала как-то как будто бы страдать. Решила выйти из ситуации таким образом, просто наслоить розовый цвет прям поверх всего этого безобразия. Пожалуй, остановимся на таком варианте, я думаю, что больше мне уже нечего добавить. Беру палеточку Анастасии Барли Хилл с коллаборацией с Джеки Айной и набираю оттенок Supreme. И с помощью этого оттенка делаю себе вот такую вот размашистую тушевку по всей складке и почти прям в бровь ухожу. Кстати, у меня бровки сделаны. Наконец-то нормально выглядит с долговременной укладочкой и все, как я люблю. Оттенок очень красивый, напоминает мне оттенок Blend & Snap из палетки Никит Ториас с Beauty Bay. Но Анастасии пользоваться лично мне нравится больше. Те они более как бы-то коммерческие, наверное, и легче они, конечно, в использовании. Хотя с оттенком вот таким вот розовым в палетке Никит проблем не было, но все равно, знаете, приятнее держать в руках почему-то все-таки Анастасию. Хотя не почему-то, а по вполне понятным причинам. Красивая палетка, очень эргономично она лежит в руке. Не то, что огромная эта бандура, которая складывается в сто раз, и вот это все. Из-за того, что у меня на нижнем веке подложка получилась более яркая, так как там я немножечко больше цвета нанесла, то и, соответственно, тушевка выглядит тут более яркой. Но, в принципе, учитывая то, что я люблю, чтобы нижнее веко было всегда темнее, мне такой ход только на руку. Далее я набираю оттенок Pinker, как и говорила, следующий после розового. Набираю на кисть Zewa номер 227. Предыдущая была кисть номер 228. И теперь по складочке этим цветом прохожусь, чтобы когда я вырезала себе веко, у меня темный оттенок тоже читался. Прям вот по косточке по своей еложу кисточкой, получается, господи, как хорошо, а? Ничего не делаешь, не прикладываешь никаких усилий абсолютно. И тени от Настюхи сами все там все-то растушевались друг в друга. Выглядит красиво. И прям близко к ресничному краю на нижнем веке тоже добавляю. На прямо смотрящих глазах смотрю, вылезает ли у меня затемнение за пределы подвижного века. Если да, то в принципе можно переходить к следующему шагу. Беру базу под тени в белом оттенке от P.Louise. И какой-нибудь удобный инструмент, чтобы детально все это себе прорисовать. Возьмем, пожалуй, кисточки вот такого плана с очень тоненьким... Как это? Кисточком. С очень тоненькими, сходящимися буквально на один волосок борцинками. И рисую себе такую стрелочку. И дальше веду ее вот так. Главное, чтобы здесь получился красивый уголочек такой. Блин, уже классно. Я бы прям так оставила. В принципе, дальше я бы уже взяла лопаточку мою любимую. Самые такие кропотливые издали на этом заканчиваются. И я могу уже острием лопаточки довести линию. И с другой стороны тоже себе подрезаю века. И соединяю две вот эти вот непосредственно линии. Я думаю, что это примерно так делается обычно. Теперь заполняю все это дело базой. Ну, можно сказать, что это был первый шаг, потому что форму надо дорабатывать. Посмотреть на себя с разных сторон. С опущенным, да, взглядом. С прямо смотрящим. Посмотреть, понять, нравится или не нравится. Что бы где можно было бы подкорректировать. И уже тоненькой кистью доработать. Все это до состояния идеала. Пожалуй, этим я сейчас и займусь. Вернусь к вам. Наносить пигментик. Ну, сказать по правде, мне хватило доработать вот этот вот кончик, чтобы форма была такая более кошачья, более вытянутая. Я решила, что больше мне ничего корректировать не хочется. А это значит только то, что я сейчас набираю пигмент, который называется встречающая ветер в ивах. Открываю баночку. Пока у меня не окончательно засохла база. Наношу на свою лопаточку для пигмента, которая немножко отливает голубой, но она чистая. Смачненько обмакнула в баночку и на все веко наношу. Блин, а почему он выглядит сейчас таким коричневым, зеленым? Не понимаю, что за дела. Он же был таким розовеньким, красивым. Представляете, налажала с оттенком. А вот при настроении больше розово проглядывается уже. Может быть, сейчас я остановлюсь на вот этом нанесении и по краям нанесу какой-нибудь другой пигмент? Потому что мне что-то не нравится. Это немножко не то, что я хотела. Ну, как немножко. В моей голове этот пигмент выглядел абсолютно по-другому. Я помню его. Сейчас он меня подставил, конечно, жестко. Будет ли нормально, если я сейчас нанесу что-то еще помимо него? Я не знаю, честно говоря. Но надо пробовать. Я считаю, что надо пробовать. Пожалуй, я возьму шалопайку из зарослей мальвы. Это супер яркий розовый блестящий пигмент. Я его сейчас буду наносить маленькой кисточкой от Зево номер 237 по границам своего рисунка. И, наверное, не только по границам, но и на предыдущий пигмент тоже нанесу прям сверху. Ничего делать. Надо как-то исправлять ситуацию. Видно, да, где у меня предыдущий пигмент, где новый. Даже если вот так вот плотно прям забить. Ну, получается, в общем, как-то так. В принципе, неплохо. Мне кажется, что не прям отвратительно и не прям критично. Но прикол в том, что мне придется на втором глазу допустить такую же ошибку, чтобы смотрелось это все симметрично. То есть, чтобы не было такого, что один глаз получился идеально чистым, а второй глаз грязный. Нужно делать вид до конца, что так и должно быть. И чтобы оба глаза были симметричными. Наверное, это самое главное. Ну что, пойду дорисовываю себе второй глаз. Я сегодня просто превзошла все свои ожидания, ребят. Я использовала палетку Сува Бьюти. Сделала себе неоновые вот такие вот стрелки. Полосочку здесь и вот здесь. Тут у меня немножечко пигмент вышел за границы, где я полоску это не нарисовала. Но мне кажется, что это никак не портит наш макияж. На губах у меня просто такое месиво из всего, что только можно себе намешать. У меня здесь и жидкая матовая Элиан в оттенке 402, которую я подстерла из-за того, что очень она была розовая. И нанесла сверху пальчиком вот такую помаду от Maybelline Super Stay Matte Ink в оттенке 255. Это коллекция какая-то шоколадная. Сама по себе эта помада мне и нравится на губах в голом виде. Но если подмешивать ее во что-то или добавлять сверху на нее мое любимое масло от Beauty Bomb, то становится все хорошо. Также у меня здесь было масло, кстати говоря. Но я сняла вот этот вот липкий слой. У меня остались разбавленные две помады, получается. Вот это вот Элиан и Maybelline. Короче, ребята, главное не бояться миксовать помады, потому что сами по себе эти оттенки, вот оба этих оттенка, они не какущие, но в комбинации. Смотрите, какой красивый, интересный оттенок. Мне кажется, он идеально подходит под этот макияж. Так, давайте посмотрим на мои глаза вблизи. Мне на самом деле очень нравится, что вышло. Я очень постаралась наклеить ресницы так, чтобы они без прорисованной стрелочки смотрелись красиво. То есть я наклеила их прям вот прям по ресничному краю, прям вот максимально близко к ресницам. Еще вот таким вот пинцетиком, где он? Вот таким вот пинцетиком я их совместила со своими ресничками. И получилось вообще идеально, как будто бы это наращивание какое-то, я не знаю. Потому что обычно у меня не получается наклеить ленточные ресницы так, чтобы они смотрелись нормально без нарисованной стрелки. Так, давайте посмотрим вблизи на макияж. Главное, чтобы сейчас выглядело все это нормально у вас на экране. Потому что будет смешно, если я сейчас так разрекламировала свой образ, а на самом деле это полное говно. Но, по-моему, все вообще в порядке. У меня на слизистой помады от Jeffree Star, та же самая, которую я использовала в качестве подложки, одной из подложек, я нанесла себе ее просто в слизистую, прямо с этого аппликатора. Помады Jeffree Star сертифицированы для нанесения на глаза, поэтому их можно не бояться. Но это не значит, что все помады для этого пригодны. В общем, у нас сегодня один пигмент на глазах, называется он... Ах, ну да, у нас сегодня было два пигмента, но, кстати, уже так и не скажешь, что там была какая-то ошибка допущена, потому что все слилось и стало выглядеть нормально. Снизу была встречающая ветер в ивах, которая оказалась слишком темной, коричневой, какой-то зеленой на самом деле, с едва заметным розовым отливом, который нам не спас ситуацию. И я нанесла сверху шлопайку из зарослей мальвы, которая уже спасла нам все. И это красивый розовый пигмент со золотистым отливом. Мне очень нравится, что получилось. Пойду сейчас в хинкальнюю, буду там самая красивая. Давайте взглянем на мои глазки. О май гад, как красиво! Ну, знаете, хоть пигментика один, но все равно выглядит очень эффектно. И главное, макияж не выглядит перегруженным, он выглядит очень нежно, как мне кажется. Так, давайте, кстати, покажу вам, как светятся стрелки в ультрафиолете. Тоже очень интересно. Так, надеюсь, что видно, да? Вот у меня ультрафиолетовая лампочка. И вот, как и говорят мои стрелки, часа слепну. Ну, короче, вы поняли, в клубе буду самая модная, но не буду, потому что клуба сегодня не будет. Пойду, как я уже говорила, с мамой кушать хинкали. Уже по традиции, можно сказать, буквально через несколько секунд вы увидите фотографию, коллаж из всех макияжей, которые были в этом видео. Пожалуйста, не поленитесь написать в комментариях, какой вам понравился больше всего. Помимо того, что вы утолите мой интерес о том, что вам больше всего полюбилось в этом ролике, вы еще и поможете поднять активность. И это, конечно же, очень важно, потому что таким образом, банальная фраза, но тем не менее, вы помогаете нашему каналу расти и развиваться. Переходим к голосовалочке. Также, помимо комментариев, не забывайте ставить лайки на это видео и подписываться на канал, если вы еще не подписаны. И если вы хотите получать уведомления о наших новых роликах, то нажимайте на колокольчик. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока!